Диагональ прямоугольного параллелепипеда образует его ребрами АБ, АД, АА1, углы БАЦ1, ДАЦ1, А1, АЦ1. Докажите, что сумма величины этих углов меньше 180 градусов. Прямоугольный параллелепипед, это все поняли, да? Да. И диагональ... Ну, диагональ просто образует с ребрами три угла. Образуется с ребрами три угла. Требуется доказать, что... Что сумма этих углов меньше 180 градусов. Сумма величины этих углов меньше 180 градусов. Нормальная задача по стереометрии. Расположим эти прямоугольные параллелепипеды так, чтобы они образовывали... Как... сейчас... Так положить можно, да. Ну, вот так. То есть это три таких параллелепипеда. И здесь как бы можно еще один нарисовать. Можно, можно. Вот. Значит, мы обозначим... Обведем другие обозначения. Вот это будет точка А. Вот это точка В. Так, это С. И это О. Равнобедренный треугольник. Ну и вот эти углы О. И эти углы, это действительно и есть угол, который образует диагональ с ребром. Отлично. А дальше? Ну вот, аналогично. Угол АУС равен 2М2. И угол АУВ равен 2М2. Докажем, что О не лежит в плоскости, образованные точками А, В и С. Ну, ведем для этого вектора. Вот это будет вектор А. Вот это В. Вот это С. Ну, если точка... Предположим, что точка О лежит в плоскости А, В, С. Тогда вектор СО можно переставить через вектора АС и СБ. То есть СО это СА умножить на какой-то М плюс СБ умножить на какую-то Н. Вот. Ну, СО это также А плюс В плюс С. Напишем, что такое СА, СБ и приравняем коэффициенты при векторах А и А, В, С. Так. Вот. Получается вот это. Ну, понятно. СА это удвоенный вектор вот такой вот. Удвоенный вектор А плюс С. А СБ это удвоенный вектор В плюс С. Вот. Ну, приравняем коэффициенты. Ну, вот. Понятно, что такого быть не может, потому что отсюда М и Н равны по одной второй и третьей равенство, ну, неверное. То есть... Я уверен, что как-то это можно объяснить, где раз. Ну, просто мы сейчас делаем то же самое. Нет. Вы делаете множество, но чем заниматься интересным. Но то, что точка не лежит в этой плоскости, наверняка можно было понять как-то гораздо проще. Вот точка А, В, С, тоже та же часть, что лежит в этой плоскости. Вот. Вот точно. Вот точно. Точка, которая под точкой О, она... Нормально. Попишите, по-куда я. Она действительно, очевидно, лежит на отрезке В, С. Правильно? Мы этим, собственно, и пользовались в суждении. А поскольку она лежит, то точка О как раз не лежит. Понятно? Да. Все, отлично. Дальше. Ну вот, поскольку точка О не лежит в этой плоскости, то сумма вот этих углов, углов А, О, С, С, О, Б и Б, О, А, то есть... Меньше, чем 360. Да, меньше, чем 360. Потому что сумма плоских углов любого трехгранного угла меньше, чем 360 градусов. Ну, взять, не следует. Отлично. Так, Алиса, вы это забыли, да? Тебя ему или что-то? Да. Значит, есть общее свойство любого трехгранного угла, что сумма его плоских углов меньше, чем 360 градусов. Доказывается это очень просто. Вот смотрите, если у вас есть многогранный угол, то что вы можете здесь делать? Ну, давайте трехгранный для простоты. Вот у вас есть трехгранный угол, да? Вы можете взять, отложить единичные отрезки и после этого спроецировать эту точку на плоскости. Какие возможны варианты? Ну, понятно, что она попадет в центр описанной окружности и, соответственно, вот если эти три точки нарисовать, то они будут лежать на окружности с центром нашей точки и, соответственно, углы спроецируются в углы суммы которых 360, так? Или другой вариант. Если на этой же окружности три точки лягут чуть-чуть по-другому, то тогда сумма будет, понятное дело, меньше, чем 360. 360, но в любом случае, заметьте, что произошло с углом? Он увеличился. Потому что у вас здесь равные отрезки, и, ну как, более-менее понятно, что величина вот этого угла меньше, чем величина этого угла. Если честно, мне не очень понятно. Что может понятно объяснить? Что, когда у вас есть равнобедренный треугольник, то при проекции, который двумя своими вершинами основания лежит на плоскости, то при проецировании угол увеличивается. Теорема космусов. Ну, например, теорема космусов. Можно и без этого. Можно сказать, что у нас катит меньше вторая гипотенуза, и поэтому можно и без теорема космусов дальше записать. Можно и без теорема космусов. Но смотрите, в чем здесь история. Если вы возьмете середину вот этого отрезка, то что у вас происходит? У вас здесь возникает два треугольника прямоугольных, у них общий катит, а гипотенуза уменьшилась.